Привет, друзья! Вы на канале Вы Зубы Найс, с вами снова я, Вера, и сегодня я хочу поговорить про ложные цели. Ложные цели отравляют все наше общество, ведут каждого из нас не туда и приводят к разочарованию. Итак, откуда же берутся ложные цели? Это мечта, которую вы приобрели, находясь в розовых очках. Это мечта, практически всегда взятая откуда-то извне, скопированная с кого-то. Это может быть известный блогер, который показывает вам очень красивую картинку своей жизни, и даже он может показывать, что он не просто отдыхает, но даже и работает, но работу показывает, как будто бы он так играючи зарабатывает деньги. Это может быть известная модель, это может быть известный бизнесмен, это может быть актриса, певица и так далее и тому подобное. Любой кумир, любой, кто стал вашим кумиром, любой, с кого вы пытаетесь рисовать успех и примерить его на себя. Прежде всего, когда мы берем вот эту ложную цель из своей мечты, из красивых картинок, то мы акцентируемся только на красоте этих картинок, только на том, что вот мы бы хотели быть так же. Но, это неплохо, кстати, но мы упускаем важный момент. Мы упускаем значительную часть жизни того или иного блогера, той или иной модели, того или иного бизнесмена, певицы, актрисы. И эта жизнь, вот эта часть жизни, она называется работа. И даже если мы ее не упускаем, мы не акцентируем внимание на том, что общество, неважно, социальные сети или телевизор, преподнесло нам вот картинку всю, максимально позитивно, и показало работу той или иной личности, как нечто такое налегке делающееся. И, может быть, действительно кажется, что налегке это все делалось. Но, друзья мои, как бы там ни было, вот это вот налегке, оно зависит от восприятия конкретным человеком. То есть человеку, блогеру, да, например, ему подходит делать по пять видео в неделю, или хотя бы по одному. Ему подходит работа над этим видео, ему подходит абсолютно все. А вам подойдет работать так, как он работает с этими видео? Этот блогер, возможно, является коучем. Он постоянно осуществляет перелеты из городов в города, страны, видится с какими-то людьми, дает консультации, несет какую-то ответственность. Он, в принципе, занят. Ему это подошло. Ему это может быть по кайфу, а может быть и нет. Может быть, он тоже глубоко несчастен в таком состоянии. Но давайте просто даже возьмем ситуацию, что ему хорошо. А будет ли вам хорошо? Просто сядьте и продумайте до мелочей. Ну, например, на вскидку, что делает этот блогер? Просто детализировано представьте, что делает нормальный человек, который, в принципе, работает и у него есть деньги. Встает рано утром, скорее всего. Скорее всего, принимает душ, завтракает, приступает к работе. Звонки, созвоны, да, вот эти вот все контракты какие-то, обязательства и так далее и тому подобное. Потом он идет, возможно, на фитнес, потом он, может быть, отдыхает где-нибудь на пляже. Но значительная часть, значительная часть, это все равно работа. Даже если она нравится этому блогеру, даже если она его не напрягает, это обязательство. Это не просто поговорил, Паша, какое тебе дела, вышли мне деньги. Нет. Успеху все равно предшествует что? Действие. Очень многие хотят быть моделями. Даже женщины порой в возрасте 60 мечтают быть моделями. И это неплохо, ведь никто не говорит, что это чем-то ограничено, каким-то возрастными рамками и так далее и тому подобное. Нет. Дело просто в том, что когда вы смотрите на красивую обложку и думаете, ой, и мне бы так же, вы думаете о деньгах, о деньгах и о красивой жизни. Но вы забываете, что эта модель вообще-то работает. Вы забываете о том, что эта модель, она в нужное не ей время идет на съемки, встает не в нужные ей позы, надевает не те платья, которые ей нравятся, выслушивает критику по поводу своего образа. И это вообще человек, который, в принципе, не принадлежит себе в каком-то смысле. Этот человек, являющийся инструментом, инструментом моды, инструментом влияния. Понимаете? А вы сможете так? Сможете ли вы так же отдаваться этой работе? Ей может быть и легко, хотя тоже не факт. Но вы, вот вы, вы просто сядьте и представьте, что это ваша жизнь. И если вы почувствовали дискомфорт внутри, именно дискомфорт такой вот, ну, что-то неохота. Ну, ребята, это не ваша цель. И не надо пытаться на себя напялить чужое платье. Ваша цель – это та, вот, о которой, думая и вот абстрагируясь от вот этих восторгов, вы просто сядете и поймете, вот это я хочу делать. Не просто как бы хорошо было, а я хочу делать. Я хочу делать – это значит, вы готовы предпринимать какие-то шаги. И, как правило, эта цель базируется, на самом деле, на оказании, на принесении в жизнь людей пользы. Не то, что вот, что бы мне там такое продать-то людям, чтобы деньги-то у меня были, как бы чего бы. Нет. Вы знаете четко, что вы можете делать. И все. И вы делаете это, потому что вы наслаждаетесь процессом. Мир услышит и отблагодарит. Об этом даже не стоит беспокоиться. Но когда вы тратите свою энергию на то, чтобы думать о конечном этапе, ой, деньги там у меня будут, классно жить буду, то вы пропускаете вот эту вот цель. Ну, попросту она не ваша, вы ее еще не нашли. Это очень-очень важно. Поэтому, друзья мои, я призываю всех просто сесть и задуматься на предмет того, что вам нравится делать, что вы можете дать этому миру. Потому что не дать, а взять у вас не получится. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. И это реально закон Вселенной. Вы энергия. И к вам приходит энергия. И мир – это энергия. И когда оно в вас застоялось, к вам не придет. Все, оно застоялось и все. А вот когда оно циркулирует, вот так вот, когда вы делаете, когда вы принимаете правильные решения, может быть, даже неправильные, но когда вы двигаетесь, то энергия движется посредством вас, посредством всего. И вам тогда открыто все. Поэтому, друзья, разберитесь с целями. И прежде всего, разберитесь с собой, чтобы ваши цели были дать что-то миру, а не по максимуму навариться за счет кого-то. Всем счастья, добра, удачи и баланса. Субтитры создавал DimaTorzok